Продолжение следует... 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 Батюк не будет по тому бутылку, Продолжение следует... 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 том, что наш мозг натурально забывает информацию. Когда вам что-то читается, вот смотрите на первую кривую, у вас за буквально пять дней остается только половина информации, которую вы восприняли в мозгах. Для того, чтобы немножечко изменить такую тенденцию, вам нужно на неравных промежутках времени эту же информацию повторять. Причем эти промежутки должны расти по времени. То есть вы, например, можете прочитать какую-то книжку или, грубо говоря, прочитать статью, она была интересна, мы там нашли много интересных идей. Перечитать ее на следующий день – это закрепит информацию на дольше. Потом перечитать ее через неделю – это закрепит информацию еще на дольше. Там есть такое правило, правило 20%. То есть, грубо говоря, если вам нужно заполнить информацию на год, то вам нужно повторить ее хотя бы один раз на промежутках, 20% от года. В идеале вы просто доводите повторение до этого промежутка. То есть 20% от года – это примерно два месяца. Соответственно, вы читаете информацию на второй день, потом вы читаете информацию через неделю, потом читаете информацию через две недели, через месяц, через два месяца. И все. Это гарантированно поможет вам эту информацию помнить хорошо в деталях в течение года. В учебнике такая штука не интегрирована. Крайне мере, в странах СНГ. Некоторые фоучи и тренеры есть? В учебнике на странах языков, когда изнутри лестники новые, по-моему, стоят на 2-й, 4-й, 8-й, 16-й, 2-й, 64-й, 9-й. Окей, да. Это хорошо. Это как раз он подходит под это. Я не знал, какой. В общем, да, эта штука одна из самых эффективных для запоминания. Смотрите, есть еще такая интересная инфографика. Это было буквально пару лет назад, значит, было большое исследование, в котором люди изучали методы изучения информации. Исследование довольно интересное и, судя по всему, валидное, потому что его сразу все похвалили и разобрали на инфографиях и кучу статей. Здесь описаны методы изучения в зависимости от их эффективности. На нижней, давайте сразу обратим внимание, это то, что мы все используем. Это перечитывание материала, это подчеркивание в тексте, выделение каких-то штук, визуализация, то есть, когда вы представляете себе какую-то модель, запоминание ключевых слов или какие-то мнемоники и составление summary. Эти штуки очень плохо работают. Но вот нас все в школе учили именно в этом. Далее идут более прикольные методы. Один из них, это вот такой вот interleague practice. Интересная вещь. Вспомните задачник по физике, например, или по математике. У нас была тема, а потом на эту тему шли одинаковые задачи. Блок задач, вот все на одну тему. Следующая тема точно такая же. Эта штука работает очень плохо. А лучше работает, когда эти задачи перемешаны по всему учебнику. То есть, вы проходите новую тему, но у вас есть задача из какой-то старой темы. Когда вот эти практические вещи раскиданы по времени и смешаны друг с другом, вот тогда вы будете запоминать их гораздо лучше. Объяснение самому себе. Это тоже достаточно хороший метод. Когда вы воспринимаете новую информацию, вы пытаетесь себе объяснить это с точки зрения своей модели. То есть, вы задаете вопрос, почему эта штука работает. Момент. Сделаем перерыв. И смотрите. Объясню еще в году. Сделаем перерыв, пойдем дальше. Elaborative interrogation. Ужасная вещь. На русский вообще не представляю, как переводится. Это типа вспомогательный допрос самого себя. И вот эти две вещи, это по сути метод опрашивания самого себя. Почему эта штука работает. И как я могу объяснить ее с точки зрения своей модели. Почему мне это полезно. Если вы будете на новые факты так реагировать, то будет огонь. Я так понимаю, что у нас приехала пицца и нам нужно открыть двери. Окей. Тогда давайте мы сделаем перерыв на пиццу и продолжим. Продолжим позже. Там, ребята, все сложно. Пустить просто так не получится. Поэтому давайте сделаем перерыв. Без меня, к сожалению, нельзя просто. Ребята, кто хочет быстро похорить. И хоть на пиццу. Это когда? Ну, где же это? Позже. Мы похоже уже. Да. Ребята, кто хочет. Позже. Позже. Да. Да. Позже. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Я вам гарантирую, что вы заметите влияние на то, как вы думаете. То есть влияние на вашу эффективность работы мозга. Это гарантировано. Просто особенно, если вы никогда не занимались спортом, и начнете это делать постоянно, хотя бы по чуть-чуть, ваш мозг начнет перестраивать физиологически. Плюс ко всему, буквально в феврале этого года вышло исследование о том, что бег усиливает нейрогенез. Исследование было на мышках. Говорят, что для людей тоже работает. Не совсем понятно, что там с интервальными тренировками и с тренировками с нагрузками. Потому что мышек тяжело заставить качать пресс интервалами. Но им там тоже придумали похожую рутину. Говорят о том, что при интервальной тренировке в организме большой стресс, и нейрогенез из-за стресса замедляется. Но зато при беге, если вы правильно бегаете на долгие дистанции, то мозги расходят. Очень круто. Я не знаю, я не хочу этому верить, что я не люблю бегать, но вдруг кто-то любит, и кому-то понравится. Я бегаю. Молодец. А тут милиция интересна? Нет, по 5 км. Два раза в неделю. Круто. Кто тут и такой умеет? А, ну, тут дело-то, такая штука трудная, что я уже два года бегаю, и у меня нет ощущения, что я перешел в какую-то грань, и мне стало легко, до сих пор такого нет. Но, с другой стороны, зависимость, она вырабатывается. Немного так же физическое, но техническое тоже. Ну, привычка вырабатывается, она, конечно, привычка зависимость. Ну, так она и есть. Ну, и стресс, доказано давно, и очень много исследований о том, что стресс замедляет нейрогенез, и если вы учитесь, и у вас есть стресс, это бесполезно. Потому что организм будет тратить больше энергии на борьбу со стрессом, чем на то, чтобы мозг закоминал какую-то хрень. Для вашего мозга, в принципе, любая информация о хрень, которую вы прямо сейчас не используете, которую вы не пытаетесь из мозга поставить. И давайте теперь еще поговорим об очень важной штуке для разработчиков. Это хайп. Кто знает, что такое хайп? Я думаю, что большинство знает, что такое хайп. Кто не знает? Кому-то нужно объяснить? Что он верится в хайп. Что он верится в хайп? Да, не верится в хайп. Ну, на самом деле, хайп – это, скажем так, искусственно созданный тренд. Искусственно созданный модуль на технологию, на какую-то идею. Грубо говоря, когда Angular вышел, знаете, что это Angular? Я его использую как пример, потому что он разъяснил. Но если не знаете, в общем, какой фреймворк Google сделал из-за того, что Google сделал и вложил в маркетинг дофига денег, люди начали этим пользоваться. Зря начали, но что поделать? Так вот, созданный искусственный тренд, запущенный, и все верили в то, что Angular всех спасет, и мы все научимся писать офигенный продукт. Оказалось, на самом деле, нет. Ну, как всегда. Так вот, что оно сделано с этой всей фермерой. Есть модель, Гартер как-то ее всем показал. Это жизненный цикл инноваций, жизненный цикл хайпа. То есть сначала у нас какой-то новый продукт, какая-то новая идея заходит на рынок, и все-таки офигеть, какая крутая штука вообще, короче. Спасет всех. Таблетка для счастья. Потом до людей начинает доходить, что на самом деле Синдербург вот этих вот решений для всего не бывает. Ведь здесь какие-то косяки. И часто, как бы вот за маской тренда прячутся конкретные косяки. И после этого находятся люди, которые чешут репку и говорят, чуваки, да это все херня на самом деле. Потом чуваки еще набили шишек, поработали с этой технологией, и поняли, что он на самом деле херня. Там начинается жесткий-жесткий спад, и все говорят, ну, а не, фигня, мы вообще с ней работать не будем, кто это придумал, но какое-то технология. И вот здесь вот начинается такая интересная штука, называется «Throw of this illusion». Как же это по-русски? Короче, всем вашим иллюзиям буквально полная жопа. И вот смотрите, короче, вот здесь вот, когда все говорят, нет, технология фигня, находятся люди, которые как бы понимали, что она не очень хорошая, но сразу видели ее практическое применение. И вот здесь вот начинается кривая просветления, когда начинают появляться статьи, которые описывают, что да, технология на самом деле не идеальная, но ее можно использовать. Есть там определенные подходы, с которыми можно жить. Есть определенные рамки, в которых эта технология работает. Все остальное как бы вновь, но вот в этих рамках она ништяка. То есть там Angular, офигительный, такой для прототипа. Кто-то это понимал здесь, но потом как бы вот здесь вот люди уже начали объяснять, что да, окей. И вот там вот развиваются все тренды в технологиях, вообще все. Любые базы данных, любые фреймворки на контенте, вся херня развивается вот там. Если вы еще это не поняли, в течение 10 лет, я вам гарантирую, вы видите, 3-4 технологии идентичные, и вы сразу все поймете. Покемоны. Покемоны это такое. Ну да, будут тоже. Хайп сейчас есть, вот это вот. Никто не смотрит, что это на самом деле вно, что там сервера лежат, вообще увидите. А у них нет реалов, а у них нет реалов. Да не останется, это не реалов. Не важно, давайте дальше. Не будем спорить. Потому что я все равно буду свое время обновлять. Смотрите, технологии развиваются по спирали. У нас есть кто-нибудь, кто больше 10 лет работает вообще? Офигеть, какие вы ключи. Все, все, все. Вообще в индустрии, знаешь. Ну это понятно, да. Вот, еще один. Да, ништяк. Человек, человек 5 минут. Вы уже замечали, что опять начинается очередной виток, очередная тема, немножко с другой стороны, освеченная, но та же самая херня, просто чуть-чуть что-то добавит. Тоже функциональное программирование. Ну лет, блин, дай боже. Причем мы его сначала заново открыли, короче, такая офигенная модная технология. Так какая она модная технология? Была еще 100 лет назад. Она крутая, конечно, просто тогда под нее не было контекста, сейчас он есть. Распределен еще на вот эти все вещи, дешевые сервера, там, backendless. Все это фигня. Технологии в принципе все имеют в основе набор принципов. Только этим принципам никто никого не учит. И мы эти принципы просто заново открываем и пытаемся их по-другому представить в виде кода, по-другому представить в виде подхода. Та же самая херня. И повторяется, повторяется. И все тренды на этом строятся. Раньше говорили, МВЦ это офигительный паттерн, все скейрится, короче, бесконечно. Ах, отличная тема. Благодаря Java все забыли, что такое правильное МВЦ. И как бы, и вот сейчас оно начинает заново. Реактивщина все такие, офигеть, у нас реактивный бэкенд. Ну окей, ребята, но этот реактивный бэкенд был еще 25 лет назад на нем в инду писали на таком реактивном бэкенде. Ну, такое. Из истории нужно учиться. Для того, чтобы эти все тренды видеть и понимать, что это очередной хайп, стоит немножко отчитать истории. Тот же самый МВЦ, тот же самый React, это все было, это все известно. Нас этому не учат, к сожалению. Нам говорят, короче, сиди и педаль. Но для этого не понадобится. Выйдет новый какой-нибудь спрейлот и все будет круто, короче. На самом деле нет. Историю стоит учить. С людьми, которые в индустрии долго стоит разговаривать, они вам расскажут, что это все одинаковое. Все одно и то же болото и ничего не меняется. Вот. И здесь надо поговорить уже для тех, кто достаточно далеко забрался в карьере. Есть определенные моменты, когда за хайпом и за трендами нужно следить. И это моменты, когда вы знаете хорошо, что вы эксперт определенной ниши в определенной технологии. И вы ставите на это ставку. Вот тогда вам придется следить за трендами. Просто потому, что к вам будут обращаться люди, задавать вам вопросы, спрашивать, а что там модное, а как с этим жить. А надо ли на эту технологию вообще смотреть. И вам придется разбираться, что там за ангулят, какой, почему вторая часть вышла, где там реактивщина, нахер, а вообще все нужно. Хорошо же ли с Java и GVT, а зачем тут ангулят какой-то. Если вы эксперт, вам придется этим заниматься. И, значит, насчет ниши, насчет выбора ниши, если вы знаете, что вам придется следить за всеми этими хайпами, возникает вопрос, нафига мне лезть на фронтен вообще. Правильно. И тут нужно просто понять, хотите ли вы этим заниматься, совпадают ли ваши цели с этим, и видите ли вы эту технологию как стратегическое инвестирование своего времени и своих усилий. Если да, тогда вперед, зарабатывать экспертизу, тратить на это время. И как измерить вот это, стратегически, как вообще задать себе вопрос, стратегически это инвестиция или нет, хочу я с этим жить или нет, как определиться, хоть в каком-то виде. Я предлагаю вот такую вот штуку, меня экрегатор научили, хороший, хороший товарищ. Если вы сможете сказать себе, да, я уверен, что я в ближайшие 5 лет буду вот этой вот кирнёй заниматься, несмотря ни на что, там выйдет новый фреймборг, я его, конечно, поковыряю, но все равно буду использовать свой, и я в этом уверен. Вот это похоже на то, что здесь есть смысл углубляться, здесь вот есть смысл инвестировать свое время на эти 5 лет, становиться действительно хорошим разработчиком со знаниями этого фреймборга, отхода парадигмы, неважно чего, и вот тогда вам уже нужно будет следить за татаром. Причем только в своей нише, во всех остальных можно в принципе не везти. И как вообще вот с хайпом как себя останавливать? Не ведитесь на позывы уходящего хода, когда он говорит, да, чувак, ты не успеешь, через 2 месяца все будут писать, он гуляет, надо срочно-срочно учить, короче, это все кино. Будут писать, но такой учебник будет писать, пипец, через 2 года вы просто офигеете от того, что писали люди, нам гуляли в самом начале. Стоит игнорировать вещи, типа, стань профессионалом за 21 день. Выучи C++ по нашей книжке за 21 день и начни зарабатывать деньги. На геморроль начнем зарабатывать за 21 день. На C++ они деньги. Такие вещи просто стоят реально издали. То есть, если вам говорят, я если я сделаю профессионал за 3 месяца, как это говорят новичкам, в IT-школу. Ну, как бы, этому человеку стоит сказать, спасибо, уйти сразу же, забрать свои деньги и пойти к другому. Который тебе скажет, честно, что, чувак, может, через 2 года ты начнешь этим всем зарабатывать и вообще будешь крыдать. Да? Как вы все там, а тренды тысячи где за полгода делают почти 7 долларов? Господи. Они делают нигде за полгода почти 7 долларов. Слышишь? WorldSource? Ну, да. Ну, пишутся, не слышишь? А, я не делаю... Нет, нет. Это все, я не знаю. Покажи мне это. Это не трудно. Ну, для компании всего 7 долларов. А у них есть публикация. Нет, так у них может быть это не считают. Это не считают. А в первом году это ФР Красно. Да, это все что-то. Это ФР Красно. Это мужичный. Это ниндзя? Да, это жесткий ниндзя. Это холстат. Холстатин же за полгода? Я вам предлагаю всем пообщаться, послушать про них всех. Это на самом деле очень интересно. Но я предупреждал и тебя, и всех остальных и сразу говорю, что на это нужно смотреть, критически. Оно работает в определенном контексте, работает очень хорошо, но я бы таких сеньоров сеньорами не называл. И к себе бы в команду я бы не нанимал. Одного да, остальных нет. Всю команду такую я ничего делал. Это будет большая вопрос, что такое сеньор, что в это включается, потому что аутсорс это один сеньор, продукт это другой сеньор, ответственность здесь разная и так далее. это не стоит аккуратно. Ну и это почти последний сеньор. Это твои люди, мои цели. Да, моя любимая тема. Говорите нет. Всем фермерам, которые вам глядут в вашу жизнь, их стоит оценивать критически, смотреть на это с точки зрения своих целей. Подходит под ваши цели и под вашу долгосрочную, скажем так, перспективу. Займитесь. Нет. Попробуйте, поиграйте и скажите мне в итоге забейте. Если вы будете больше забивать, у вас будет больше получаться. И с этим проще решить. И спасибо большое. Здесь вот мой блог, подписывайтесь. В конце есть ссылочки, я выложу онлайн. В группе в Ивенте будет ссылка на этот вопрос. Спасибо. Что это вопросик? Вот это корнел нот-текинг систем. В группе сказал, что об этой системе системе конспектирования знает мало народов, но она при этом довольно крутая. Какая у нее судьба? Почему они так мало знают? Если она так давно была разработана... Ее в СМИКСА так предложили, но ее нигде не, скажем так, не профитивали. Что они для дела? Хороший вопрос. В плане методологии как бы... понимаешь, что-то еще... Ну, какое дело? А где лучше учиться? Вот, чтобы я вопрос задал. Потому что эта методология для студентов. Это кто? Это методология для студента, понимаешь? И студента к этому нужно приучать. Потому что если ты не знаешь, что тебе это надо, если ты в это не веришь, ты никогда сам не начнешь этим заниматься. Как и любой практически часть. если ты не видишь цели, у тебя не будет потеваться, ты сам и начнешь. Я думаю, что это просто не принято как у иного преподавателя. Нужно студенту месяц объяснять, в чем суть, объяснять всю эту теорию, а потом заставлять его это как-то делать. если бы достаточного количества энергии, то вполне возможно нормативать. Вполне возможно. Еще вопросы какие-то есть? Если нет, то мы пригласим следующего спикера. Вы к третьему кто-то в новом статусе это делал? Вот это? Статья про то, чему... Да, это статья. Здесь статья, книга... Ну, заправим. Ну, гуси все, да. Статья, да, все ссылки. Статья, курс, статья... Это научная бумага, это статья про вот эту кременевскую систему, это научно-популярная статья вот о этом нейрогенезе с мышками. Вот это очень прикольная книга, которая вроде как объясняется, как делать продукты и сервисы для клиентов, которые клиенты будут любить. Там основная идея, что нужно делать ваших клиентов лучше, немножко их тренировать, становиться крутыми. Но в этой книге очень много отсылок к тому, как люди учатся и как люди получают экспертизу в целом. Она очень прикольная. Если вы никогда ее не читали, вы занимаетесь UX, например, хоть как-то, или продуктовым дизайном, обязательно почитайте эту книгу. Она одна из классических сейчас считается. как-то используются. Используешь что? Подходы эти? Все нет. А где сам использую? Ну, смотри, что я лично использую, я всю жизнь учился с этим заполнением дыр. Я всегда задавал себе вопрос, я мир представляю, меня чему-то учат, как это вообще соотносится, нафига я это учу, и как это работает. То есть сразу тебе там лектор что-то говорит, ты себе это представляешь, задаешь вопрос, как оно работает в твоей системе. Если в твоей системе она никак не работает, то нужно садиться и разбираться, копать внутрь. И дальше идет тестирование, вопросы опять же. То есть когда ты себе начинаешь задавать вопросы, если ты их вообще еще записываешь и потом перечитываешь, это офигительно работает. Это все нужно вырабатывать как навык, оно сразу не зайдет. Ну, а про наработку навыков там можно еще отдельную большую лекцию как это делать. короче, одна большая цеха. Перекур будет? Ну, можем перекурить. Можем без перекур. Давай, я тебе прямо сейчас за без перекур. Перекурить. Я могу улыть, если хочешь. Можешь и улыть. Аккуратно не дай слева. Глаза. Можешь, не аккуратно. Привет. Меня зовут Денка Шинзон. Я творческий по себе. Я работал в... Я стал прочитать 10 лет, прошел 40 лет внутри. Я начитал 18 лет. Я не разработчик такой, я по образованию не лингвист. и всю жизнь где-то со второго курса занимался работой с проектом связанной лингвистикой, но схема машинного перевода в 99-м году мы сделали рабочее место в жительство, потом с лодкой, интегром, который электронная библиотека, так и прессы. 7 лет я работал в Яндексе в новом проекте связанной лингвистикой, в мастеркальной поиске, в разных серверах футболарей, но такая публичная у меня была должность, в которой я проводил несколько лет сервером Яндекс.Новости. Вот, значит, последние 4 года я не работаю в Яндексе, и вот 3 года мы делаем компанию Детектом, это история про поиск поиск для интернет-магазина. Значит, сейчас будет легкая презентация с картинками, это примерно адаптированная презентация, которую мы показываем нашим специальным клиентам магазином, она про то, зачем вообще нужен поиск, почему у нас такой прекрасный поиск, так что да, ну вот заголовок такой, это про то, что про то, как сделать покупателей и как сделать так, чтобы нашли то, что искали, купили и были счетов. Поехали. Значит, одна из самых проблем поиска, мы говорим сейчас про интернет-магазины, про e-commerce, это он сайт-серп, это то, что поисковая строка на сайте магазина, который уже попал в магазин, это ни про гугл, ни про ядер, сейчас пришел в магазин и ищет то, что нужно. Значит, основная проблема, много, но основная проблема, когда пользователь пришел в магазин, у него есть в голове какая-то конкретная потребность, он ее может выразить, он ее выразил, скосил, а магазинный этот товар диск, но магазин пользователя не понял, что не показалось. вот эта самая крайняя история, самая страшная вещь у человека, там какой-то интернет, он ушел, потом уходящий. Значит, проблема, как мы ее называем, это просто, что товары, описанные инфицированным образом, они в каталоге, у них есть пара, это очень нечетливо, они лежат в базе данных, а человек разговаривает на человеческом мире, и тут есть понятная вещь. и, грубо говоря, в этом месте и лежит эта проблема. Значит, ну да, я привыкну во всех проектах. Когда есть две проблемы или два аспекта, здесь можно тоже выразить, сделать такую дистаминю, что либо слишком мало найдено, как тот, как мы спросили, товар вообще есть, система не поняла, ничего не показала. Либо другая проблема, там, наоборот, результатов слишком много, они выводят кучу, и там, берем там разбирание. Ну, если говорить про информационный пояс, да, там, это две основные метрики, реколы, фиксизм, это полнота и точность, вот это просто самое. но здесь мы как бы говорим, здесь написано, что кроме того, что результатов просто много, вот это отсутствие какой-то структуры, это еще одна проблема. Просто проблема релеванности, что здесь, ну, кстати, даже, если, грубо говоря, любая, до тех суток можно подойти, подаем в твольную кучу процесс выбора и вероятности успеха, а не маленький. Да, можно дальше. Соответственно, что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся, наша технология, она позволяет нам нацеленно, чтобы лучше понимать человеческий язык, соответственно, пользователи будут видеть более релевантный результат, тем более релевантно, и вот есть постеновная, ну, соответственно, можно еще раз кликнуть, они смогут купить постеновную. Это такая, когда они покупают это отзыв для магазина, но на что мы тоже делаем акцент, что поскольку, вот так вот, как говорил замечательно, где есть экологич, когда это все находится на сцене одного клика, да, если вы пришли в магазин ногами, и вы что-то не нашли, вы будете мучиться, но как бы постарайтесь дожать, что в интернете у вас какой-нибудь институт нет, вы здесь не нашли, чего-то, или вам тяжело, раз эту вкладку закрыли, а там вы открыли, и вички там. Вот, и поэтому очень важно не просто, что за плохого поиска магазин может потерять конкретную покупку, а он может потерять вот эту прекрасную девушку на совсем, и она так не узнает о том, что на самом деле там тут, что-то не узнай, они там были, там хорошая доставка, хорошая доставка, если все она не узнает, и в эти магазины не вернется. Вот поэтому эта история про лояльную аудиторию, которая потом... История про потеря девушки. Ну, каждый, как общаясь, и каждый, про то, что это очень важно, то есть важно не то, что сейчас что-то потеряли, и покупка, а вот эта вот лояльность, знаете, она очень такой, такой, такой момент, как бы. Значит, простой пример, да, значит, когда мы вообще рассказывали про пульс, мы там три года назад начали что-то делать, я там нашел первого партнера, идея эта старая, мой партнер съездит прекрасно там за по месяцу сломал прототип, и мы его сразу после продавания. Вот, и, ну, мы это решение продаем, вот, почти, почти эти три года мы продаем, хотя сейчас у нас, я считаю, почти взрослая система, цель была совсем, совсем страшная, даже, понятно, почему, хватило, хватало наглости продавать. Значит, выяснилось, что мы продаем не наше решение, а мы вообще продаем задачу поиска, объясняем магазины, почему это важно. Ну, не только магазинам, любым, там, провайдерам, скажем так, на первом этапе коммерческий хут-пункт, который структурированный, у которых есть какая-то стопка, это база, да, это, может быть, если вы вертикали, там, условно говоря, и travel, и там, и Airbnb, и всякие автомобильные пульс-пайли, это все, там, потенциальные наши клиенты. Значит, и проблема вот такая, что он приходит, вы говорите, у вас очень плохой поиск, а мы вам, сколько здесь все степенье, а мы вам сделаем хороший поиск. И вот, поиск, зачем? Чисткий поиск, у нас, ну, там, в основном, когда вообще ни люди не знали, сколько у них пользуются, те, кто узнали про длин, за этим, говорят, у нас там 5%, 7% пользуются, и вообще это не нужно. Некоторые до сих пор говорят, что если у вас на сайте люди пользуются поиском, то значит, у вас плохо устроен каталог. Вот, есть разные сообразования. Но, мы задавали, какая-то будет, пришла эта, следующий вопрос, а у вас, как 7% людей пользуются поиском, а сколько на них приходится выручки, ну, два года назад почти никто не умел отвечать на этот вопрос, а мы научили людей в нужное место угла этих смотреть, и когда они отвечают на этот вопрос, уже с нами в любом разговаривают. Это с вами про что? Сейчас еще спросили, если вы скажете, здесь два вопроса, да, один запрос такой, самый общий, просто овоз, а другой, вот, более конкретный, черный, в основном, в высоком кругу. Ну, вот, как бы, вопрос вынесенный, это мы по ледственным методикам, да, мы сразу всю информацию задавляем вопросами, чтобы лучше усваивалось. Значит, как вы считаете, в каком случае в каком случае лучше будет там конверсия, выше вероятность покупки. Вот, левый, правый, саманта, или она, вот, сакарки, вот, это. Правый. Да, это, как бы, простая история, но на этом все-таки постойно можно дальше идти, что чем, на самом деле, больше человек, ну, вот у нас в институте, там, был специалист математики, у него было эмпризисом, можете ли вы задать вопрос, вот, ну, рассказывал, и Клорина не могла задать вопрос, вторая Клорина могла, но, потому что она знала, что нужно взять, что-нибудь там, переставить, и нужно было задать вопрос, вот, ну, ты еще, чем ты респрашивал, он, как я повторял, вот, вот это, а теперь, ну, после этого никого не было вопроса, но, идея, как бы, можно ли вы задать вопрос, она очень-очень правильная, то есть, если человек способен инструментировать затрон, чем больше он может сказать, чем больше у него в голове, тем больше он мотивирован, тем больше вероятность, что он знает, что ему нужно, и он это купит, поэтому, это, как бы, слайд про то, что, ну, есть такой магазин, не знаю, какие-то, надежные, довольно неизвестные, продается, кстати, европейские, такие, стоки в прошмогодние, это история про то, почему этот длинный хвост, он важен, то есть, такого запроса его, может быть, мало, но, вообще, там, длинный хвост, суммарно, он, то есть, не как я, на гугле, он не больше половины, суммарно, потока, да, но, достаточно значительный, и, не просто его много, а вот он, действительно, высококонверсионный, поэтому, таких людей, особенно, завтра. У нас, учитываешь, есть предложение, по факту, не понимаем, есть предложение, поискать что-то еще, может быть, вы хотели, вот это, можно, да, но, другие члены, можно дальше, вот, ну, как бы, это, как бы, наш рабочий интерфейс, это, мы, купили, ну, вот, пример, что, мы, там, несколькими специальными операциями, то есть, поняв, что такое, высокий каблук, это все, то есть, значительная часть того, что мы делаем, она, она, чтобы понять, несоответствие, естественно, языка, и языка, как бы, база данных, и ничего не потерять, наоборот, какие-то вещи, уметь опускаться, это все, проект несоответствие. Короче, там, в данном, в данном случае, если понять, это понять, ну, что автоматически анализировалось запросов, то есть такая вещь, как на высоком каблуке, а в описании туфель, таких колок может не быть, зато может быть параметр, вот так, каблука, с сантиметрами, и если задать руководимое правило, то вот, что высокий каблук, это, собственно, не знаю, с 7, 8, 10 сантиметров, то можно дать и точные, и полные результаты, то, что все будет на ней. Вот. Ну, еще несколько картинок. Запрос, может быть, еще более специфичный. Как ни странно, такая простая вещь, как размер, почти ни в одном магазине, даже в таких крутых, как, если ты помнишь, Голанда, я давно не проверял, но в большинстве, как-то там, английских местных магазинов, чуть-чуть не поддерживается, хотя, грубо говоря, если у меня там 42 размер, какие бы прекрасные ботинки, я чувствую себя ботинки, какие бы прекрасные ботинки с циркового размера мы не показали, вот, я никак не смогу купить, поэтому это такая вещь, я не хочу лишнего, я не знаю, ни в чем, ни в чем лишнего, а, там, не знаю, ботинки за 500 евро, я, может быть, хочу, я их не куплю, но интересно же, а вот 40 размер, никуда. Это просто, значит, на этой картинке просто, что я хотел бы сказать, что наша идея в том, чтобы вся информация, которая доступна о товаре, она была черчевом, то есть, можно было сразу, можно ездить, и, ну, еще раз, это наш, как бы, рабочий интерфейс, но, тем не менее, вот эта вот строчка сверху, если видно, она про то, что нам важно, чтобы система показала, не просто дала результаты, но и показала, как она приняла пользоваться, потому что, ну, вот, по Яндексу есть разные, там, оценки результатов пользователей, есть там, relevant, relevant, useful, да, а есть такая оценка, как stupid, когда они просто не relevant, а непонятно, совершенно, откуда они делись. Значит, вот эта вот штука, ну, по нашему мнению, она хорошо помогает бороться с такими проблемами, да, когда система ошиблась, она часто рассказывает, как она поняла, если это правильно, ты можешь, у тебя нет как раз эти инстанции, ты можешь что-то изменить. Ну, может, дальше еще у нас чего-то было, да, значит, вторая история, больше относится уже не к технологии, а, может быть, к нашему, там, продуктовой идее, о том, что, когда вы видите по запросу сплошную простыню, да, товар в перемешку, то есть, когда у вас перемешаны товары, скажем так, из разных водительских групп, ну, в данном случае, там, простой пример, что пухаюки, там, бывают мужские, женские, детские, можно, коммунистические, девочки. Если человек спросил такой общий запрос пухаюков, он все равно имеет в виду, что это конкретное, даже если он хочет надеть какое-то количество семью, в каждый конкретный момент он решает одну задачу. выдача в перемешку мужских и женских пухляков, она, никакой пользы, кроме вреда, у него нету, да, потому что она мешает. Ну, вот, и на следующей картинке мы показываем, как красиво, как красиво, как красиво мы, сейчас я еще только показываю пример, как не очень красиво, может быть, даже похожую историю сделаем костюм, да, убивать мужской, женский и разный. Вот, и мы предлагаем еще, не просто выдавать кусняком самую выдачу, а ее разделять на вот эти вот эти группы. Ну, это хитрый вопрос, потому что вот, в этом подходе есть плюс и минус, мы там, потом скажем, как мы работаем технически, умеем делать кусняком и по так сказать, группированным, но в группированном виде основной плюс такой, что, если спросил просто костюм, они уже мужской как-то, или даже много женских как-то, то можно быстро навигировать в эту ну, на блогный раздел, и там-то ничего не будет отвлекаться, и все-таки в этом месте это сделает быстро. Понятно, процесс выбора будет легкий, вот еще, да, ну вот, собственно, тут это был как-то с мужской одеждой, а вот она тут берет сюда, это, следные крошки, а здесь вот, идет, например, каталог женский, и тут вы думаете, вы пытаетесь угадывать у предыдущего такого самого? Нет, но это отдельная тема, я потом скажу, потом будет слайд на расследование, да, можно дальше, значит, ну, такая небольшая самая, почему это плохо, понятно, что плохо это влияет на конверсию, есть как бы крайние случаи, как мы сказали, что товар в магазине есть, магазин не понял, магазин товар не показал, тут, как бы, вероятность покупки ноль, в данном случае, ну, не ноль, а близка к нулю, если стоит гости и уходные, он будет впрасывать, пересрасывать, пересрасывать, этот салфок может быть найдется, предесрасывать в близка к нулю, но, например, проблема полноты прошлого и крайнего случая, она тоже нет, другая, если у вас есть, там, 20 релевантных товаров, а мы сказали только 5, а остальные не знаю, мы показали, почему, не поняли, но самая вероятность покупки, это вероятность того, что то, что у нас было, оно в тех 15, она тоже, какая-то, серьезная, если, опять-таки, вы показали все релевантные 10 товаров, а еще 30 не релевантных, вероятность, что в какой-то момент человек устанет, поймет, подумает, что релевантное кончилось, поскольку нерелевантное, он тоже не дойдет до 100 миллионов. Как бы все эти разные случаи, проблемы с планторией, с точностью, они все влияют на конверсию, как мы говорили вначале, на вот это вот отключение вообще от магазина продукта. Ну, вот это несколько, это не наши примеры, здесь может быть самая удивительная история во втором пункте, про то, что хороший поезд, ну, сейчас процесс уменьшает прочные картины, а это просто картины, это такое явление, когда человек что-то там положил, а потом не выгодил. И мы, что-то, никак не могли понять, а это какое-нибудь отношение, а на самом деле есть простое объяснение, что если у человека несколько задать, что он хочет несколько вещей, он хоть одну нашел, а еще вторую, он, конечно, уже ни на что, то он все-таки хочет найти место, где он с тобой вступить, и это один из устойших знаний в прошлых каких-либо годах. Ну, у нас теперь может дальше у нас теперь есть. Да, у нас такое слайд, как то, что как бы, почему вообще хорошо делать хороший поезд, если хороший поезд, люди видят, что он работает, и они приходят на посещание, пользуются им еще, если постоянными покупателями, они больше рекламируют своих друзьям, еще кому-то, и вот все, что тоже очень хорошо нравится. Теперь чуть-чуть про то, как устроено, что там сидеть. Значит, отдельный слайд, про то, что мы сейчас поговорили про волосы и все, и про все, что имеет место, когда пользователь уже пришел в магазин. Еще одна из наших проблем в продаже такая, что мы приходим, мои чуваки, у вас там магазин, все классно, давайте мы вам сделаем хороший поезд. Мы будем вам уже платить деньги, не, 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 мы деньги платим за то, чтобы у нас пришли люди, а если они к нам приходят, мы ничего не находим, мы за этим выходим. Но вот здесь история про то, что за это неправильно как-то подходит, наоборот, если вы уже платили деньги за пользователя, а потом вы смогли им им что-то продать и сказать, это просто очень плохо, вы их теряете. Но история про то, что хороший поезд, он, его можно использовать и для привлечения аудитории. Простой вещь, которую мы предлагаем делать, правда, честно, у нас пока нет простого опыта, это только гипотеза, как раз делать поисковые лейтинги, поисковые страницы для спектра запроса, их карлик поисковых с одной стороны, с другой стороны, мы предлагаем эти же страницы использовать для контекстной рекламы, для AdWords, директора, потому что такая же очень простая идея, но там почти ничего не делают. Часто в больших магазинах есть целых три разных отдела. Один отдел занимается SEO, другое отдел занимается или там агентство занимает Face Search, да, работая с рекламными компаниями, а третье отдел занимает все, что на сайте происходит. Но если у вас есть хороший поезд, и у вас есть запрос, словом говоря, если такая продуктовая сеть, например, в примере черных носоножек на сайте, это качество, если у вас есть большой магазин, вы зашли на сайт магазина, запрос получил некоторую выдачу, вы зашли в Google, если у вас магазин есть, вы должны эти товары увидеть. Да, утопнутся. Часто бывает, что если отдел SEO или отдел контекста хорошо работает, то вы в Google видите правильную выдачу, тот же самый запрос в данном магазине. Такая история про Вайбер, это крупнейший одежный магазин в России, у него отличная работа с рекламой, то есть по там разным запросам они видны в поиске Яндекса и Google, тот же там запрос выдаешь, у них на сайте нет результатов. Вот. И если это все делать вместе, если использовать хороший поиск, хорошие поисковые результаты для вот этих лендингов и для контекстных вейсерд, то вы платите деньги за вот этот контекст, если вы идете на хорошие результаты, то эти люди, за которых вы уже платили в Ветборд, они вам нарабатывают правильные грузические факторы, за счет которых в частности потом эти страницы все могут подниматься. Вот это такая резинка. Это цель для мыслей, для кого руководитель, предприлечивая кодопай, и дальше мы его притягиваем так, мы ему не даем, он пришел на сайт и скорость, которую он придет конкретному собору, она уменьшается. Скорость уменьшается, у нас несколько веществ, а там скорость уменьшается. Не получается, извините, я ничего не вошел. Да, да, просто скушает страницу, причем плохо. Можно просто механически избавить магазин от своих проектов, можно туда кто-нибудь показывать, но дело не в этом. Когда ты струбировал свой запрос, у тебя в магазине эти товары есть, ты их не показываешь, это плохо. Никакие популярные товары, я пришел там, я не знаю, с дубовым паркетом, мне плитка капельная, очень красивая в ванной, но удовлетворительная. Ну вот давайте проработаем с тобой вопросом. Разве товары делятся, 4-5? Да, я чуть-чуть про это, чтобы какую-то мысль с... Значит, чуть-чуть про внутренности. Мы, с одной стороны, стараемся всякие лингвистические инструменты, лингвистический функционал, к которому люди привыкли в Яндексе и в Гугле тоже здесь использовать. Это автоматически синонимы, но для русского отдельная история про транслит, важное, исправление опечаток, синонимы как бы это разные, чистые, синонимы сообразовательные, еще какие-то. Очень важные истории, там на предыдущих слайдах были данные про саджет, про вставки запросов. Мы как бы очень за то, чтобы делать поисковый саджет, такой Гугл Лайк. Е-Комерс очень любит развесистые саджеты, там были категории, товары и все остальное, но мы не боремся, но можно объяснить, почему это зло, а почему нужен саджет, который собственно пользует такие запросы. Главное мэрд саджета в том, что у тебя есть запрос, он тебе в голове набрал три буквы и вот эта машина тебя поняла и угадала. Все остальное нас отвлекает. И то, на самом деле, чем мы занимались, это как раз понять структуру. здесь отдельный такой аспект важный выделен, это мы не только понимаем структуру, то есть при этом это запрос на части, которые там называют эту простую стегорию, это нужно взять и title, а вот это красное значение поле цвет. но еще важная история, мы определяем фокус запроса, то есть что главное в том числе зрения тактической вершины запроса и стараемся выше поднимать товары, которые с таким фокусом. Ну вот есть простой пример, есть запрос на пылесосы с мешками для пыли, это разных типов бывает без месцов. Аглайн запрос на мешки для пылесоса. С точки зрения Back of Work это одинаковые запросы, да, оно имеет все на разные вещи, я не знаю, чехол для айфона, айфон или чехлов из пленки, да, это все на разные вещи, вот в частности эта штука помогает этим бороться. Ну вот тоже может быть самая важная история про наше ранжирование, вот подход, который мы предлагаем основной, сгруппированный, ну, когда вы будете сгруппированный по типам, он накладывает на нас определенные рамки, из-за этого наше ранжирование как минимум такое двухуровневое, на первом уровне, на первом этапе мы пытаемся ранжировать эти группы товаров, а на втором этапе мы внутри каждой группы ранжируем уже товары, и как бы вот это второе ранжирование, оно, скажем так, запроса независимости, да, потому что, по запросу кухонная техника борф, если мы показываем группу на каком-то третьем месте кухонные комбайны, то все эти кухонные комбайны 5, 10, 25, они одинаково релевантны запросы, поэтому здесь нужно использовать всякие разные другие факторы, популярность модели, что люди спраскивают, что кликают, что покупают, и здесь сейчас основное, ну, то есть мы только в начале пути, мы уже много выкопали, это история про то, чтобы максимально использовать пользователи оба, да, и в том, пока они спрашивают, переспрашивают, и в том, куда они ходят, можно покупать, для того, чтобы эти данные мастерполировать на все объекты товара, и они помогают и группы ранжировать правильно, и группы товаров. Ну, про группы только у нас один есть пример, у нас в магазинах довольно много занимает тематикой детских товаров, есть общая беременность отростков коляски, и выяснилось, что есть коляски, в которых детей водят, родители, а есть кукольные коляски, в которых дети водят. Есть кукольные коляски, их не меньше, чем детские, они часто не дешевле, они всех-вторых типов, и так далее. И вот запросы эти очень частотные, есть простая проблема для своего коляску, что ему показывать в начале, потому что эти программистские отмазки, а мы вам тут слева, не знаю, 25 фильтров вывели. Ну, это все нужно, это можно, но это не работает. Потому что в поиске важно, что вы по щеколку показываете, что вы показываете на первом экране. И тут очень здорово работает история и про перекрумировки, грубо говоря, какие расширения у этого запроса есть. И этот запрос коляски многозначный. Вкусно говоря, коляска-трость эфиринга однозначно атрибутирует категорию коляски для детей от взрывного типа. И, в общем, короче, эта штука помогает не случайно. Ну, это про то, что к бане, к всяким автоматическим вещам мы, конечно, задаем магазинам всякие ручки. То есть, опять-таки, основная история – это про вот этот вот мерчендайзинг, про продакт с рейтингом. Потому что люди, которые за это отвечают, они часто считают, что они лучше, чем машина, знают, что нужно выше, показать, что ниже. Ну, вот, как бы, можно с ними воевать, можно показывать, забирать какие цифры, а можно им дать инструменты и самим испортить и выдать. Мы, конечно, такие даем тут. Да, ну, тоже еще одна, просто можно еще раз кликнуть, чтобы вторая часть появилась. Это тоже такой summary того, что есть. Но, опять-таки… А, это короткий пример. Если у вас есть еще силы на три минуты. То есть, два таких факта, которые мы на первый год обнаружили. Первый факт, что… Если, как бы, производные связанные с этим примером, программным автоматом, то, что поисковая аудитория, ну, там, в Google найти есть отдельный расчет, там, сайтсерк, сайтсерк, сайтсерк и сайтсерк. И, как бы, сайтсерк – это все из тестей, в которых был задан хотя бы один запрос на сайте. Вот, как бы, факт стоит в том, что конверсия пользователей, которые хотя бы один, какой-нибудь, там, простой запрос задали, она в три, пять, шесть раз, в самой большой, что мы видим, в шесть раз выше, чем у не поисковых пользователей. Вот. Поэтому, как бы, здесь есть две вещи, на которые мы влияем. В первую очередь мы влияем на… Это, как бы, некоторый расчет, можно быстро это пролистать сейчас будет. Быстрый расчет магазина. Значит, вот мы на первом этапе, там, на 10% увеличиваем конверсию, можно. Вот. И, соответственно, здесь это сопровняется. А потом, что важная история, вот, про эту лояльность пользователей, когда люди начинают использовать, мы это видели, то растет и доля поисковых сессий. Вот, ну, там, это 13% – это реальная сессия из нашего магазина, у того техники обычно меньше, у одежды еще меньше, но, тем не менее, там, плюс 8%, плюс 8% поисковых сессий, да, и плюс, там, вот эти 12% конверсии, они, там, дают больше 60% оборота, это такая философия. Ну, понятно, что не только влияет, собственно, поиск, но и куча вещей в дизайне, но вот это связано с этим. Вот, это, тут, да, просто из чего это состоится, и одно, в разных ходе у нас разные комбинации работают, действительно, довольно много всякой лингвистики, и в ней еще много чего можно копать. Собственно, вот этот поисковый модуль, который умеет интерпретировать запросы. То есть у нас есть такая простая аналогия, мы тоже, там, год за полтора придумали, как это рассказывать, что мы из обычной строчки, из обычного natural language P делаем, превращаем его в заполненную форму расширенного курса. Да, вот, если бы все люди разговаривали исквозь запросами, но мы не нужны были, можно было бы так делать. Вот, есть отдельный социализационный модуль, это наши динамические фильтры, которые тоже строятся не случайным образом, не по алфавиту, а для каждой категории мы смотрим, какие параметры, какие значения этих параметров люди чаще всего запрашивают, значит, эти параметры не более важны для выбора, значит, эти параметры можно вытаскивать в эти самые фильтры. Ну да, вот история про то, что можно сейчас у нас появились в работе магазины, который будет использовать не только на технологии, но и вот это вот способ представления результатов. И да, вот это вот обучение, которое работает практически на каждом этапе. мы обучаемся, как автоматически строим синонимы, транспортные опечатки. То есть, каждая ошибка, каждая новая запроска, это вот добавляет. И это работает просто для саджеста, это важно, потому что там, в зависимости, сезонность. Ну, то есть, это все живая штука, ее нельзя сделать один раз. И основная большая история про вот эти вот скулы ранжирования, которые тоже в значительной степени базируются на поиске данных. Вот у нас еще один красивый слайд. Это целых три наших магазина, которые сейчас работают в нашем поиске. Ну, я не знаю, может кто-то про мальтеры знает, что это немецкий магазин вообще. Нет вопросов. Нет родителей, которые покупают в русском языке. Ну, не важно. Все. Да, спасибо. Если вдруг есть какие-то вопросы, я могу податься. Смотрите. Смотрите. Вы товар, я бы разбил бы на 4 части. В общем, товар. В чем я имею в виду? Наименование бренд-серия артифу. Или же наименование бренд-серия артифу. Или же наименование бренд-серия-модель артифу. Вот. Любой товар можно разбить на 10 мелочи. Например, есть опорный стайм. Как механически и как технически вы это выбираете? Смотрите. Мы немного по-другому считаем. У нас есть. Мы говорим, что есть три источника информации об объектах. Тут я вообще мечтаю, что будет. Мы когда-нибудь не будем заниматься только интернет-магазинами, потому что они уже из ушей лезут. А вообще, в принципе, что это универсальная технология для поиска на естественном языке по любым статистическим данным. Значит, мы выделяем три основных источника информации. Есть история про каталог. Даже в каждой объекте лежит какой-то версии каталога. Вот эти хлебные крошки. Это одна из самых мощных вещей, которая дает сейчас наибольший плюс по качеству. То, что мы умеем хорошо, взвешенно индексировать эти категорики. Вы сначала стягиваете данные, которые есть на пайке. Да. Вообще, для нас это одна из проблем. Тут есть сталкивание с поиском. Вдруг какой-нибудь, не знаю, вот тортное, бесплатное, бесплатное решение. Такой Solar Elastic Search. Дальше все проиндексировали. О, у нас мусор полезен. Как бороться с мусором? Ну, давайте мы будем не все поля индексировать. Давайте мы проиндексируем тайтлы. Ну, если мы смелые, еще там, не знаю, что, текстовые дескриптины. Вот. Ну, а потом что-нибудь, еще какие-нибудь киворды. Поскольку у нас вот этот вот основной модуль взвешивается, он, как бы, каждое мать, каждое поле не равным образом использует, а у них есть свои определенные веса, то у нас нет лишней информации. Мы как бы индексируем и ищем по всему. Значит, первая вещь – это каталог. Значит, вторая история – это вот эти структурированные параметры и значения. И там есть тоже своя логика, потому что вообще-то люди задают значения, иногда и параметры. Параметры бывают числовые, мы с ними отдельно разбираемся. Бывают с значениями текстовыми, да, типа цвет. Ну, числовые параметры, габариты, еще что-то. Бывают альбинарные параметры или, собственно, option. Есть технология 3D. УДО. УДО. УДО – это числовые параметры, да, и с ними это работает. А третья история – это текстовые поля. Это обычно текстовое описание и, собственно, сайт. И все это используется. Я могу привести примеры самых обычных запросов на любые комбинации из этих трех источников. Вот. Поэтому, да, то, что мы можем, не боясь мусора, использовать и искать по всем этим данным, это дает основной эффект по борьбе с проблемой полноценной. Все данные, которые Вы выбираете? Нет, ну, то, что магазин дает, мы все. Грубо говоря, у нас пока нет опыта, например, инвестировать и использовать поиски, да, и отзывы, но это тоже хорошая тема. Интересно это попробовать. На немецком у нас нет, у нас есть, да, у нас на сайте есть демо-русская, вот, у нас есть она для англоязычной демо-версии готовая. Ну, это я могу представить. Ну, она похоже работает русской, то есть в русскую мы больше в это самое, но что было приятно, что мы там год назад собрали в фоновом режиме там полтора месяца, и, как бы, архитектура никак не подправляла. Я покажу. Другая, ну, где-то проще, где-то, ну, что-то, то есть там есть, что улучшать, но базовые вещи работают, то, что мы там смотрели, там, пяток-десяток, там, английских магазинов, дырки поисковые видны из Великобритании, это я там с мертвым смогу найти, у нас этого нет. То есть, как бы, уже сейчас это не все, а предработка будет лучше. С немецким пока нету, просто у меня руки не дошли, но обязательно сделаем, то есть, например, используем компанию «Спейси» местная, «Терлинская», они как раз делают, никто не слышал, мы делаем эти инвестические пулы, мы используем их английскую морфологию, они сделали немецкую. Ну, то есть, как бы, понятно, как это сделать, что нужно будет. А можешь оценить, как-то въезда, который, да... Ну, например, да, но тренировать могут за месяц. Нет, не несколько, но мне нужно, мне нужно, где-то, 4 человека месяца. Мне, на самом деле, нужно пару человек, в общем, брус-то за 3 месяца будет. А вескую я покажу вам, вот. Просто рубку есть. Интересно, у нас на сайте есть раздел «Демо», там всякая техника, можно задать запросы, как это выглядит, ну, вот, на этих магазинах. Опять-таки, MyToys, он... Там больше всего нашего продукта есть. Мы работаем как чистый сайт. То есть, мы индексируем хит, у нас держим индекс. Запрос идет к нам, мы возвращаем в JSON-выдачу, и она на сайте отрабатывается. Здесь все очень просто. Подключается это тоже. То есть, мы умеем делать пилотные версии по фиду. Ну, сейчас где-то за 2-3 дня со всеми пирогами. Ну, с каждым годом нам по кнопке собиралось часа за 3. Просто там много чего еще должно делать. Вот. И основные процессы включения, если там ничего на сайте, не нужно менять магазину, ну, вот, один человек за неделю это делает, ну, бюджет, бюджет. Просто на этом самом MyToys, они почти все используют, что у нас есть. Они используют у нас в производстве, основную выдачу, наши фильтры. Ну, пока не используют группированную выдачу, ну, может быть. Вот, собственно, тоже один из моих планов еще. Они недавно включились, в мае. Они еще поработают и получат некую рекомендацию и находились в интервью на интервью компанию, и будут подробнее решения. Вот. Да. А? Нет, пока нет. Ну, то сейчас используем FGBU. Есть такой стул для машинного обучения, именно в ранжировании. Вот. Хорошие результаты дает. Ну, там говорят, что мы только начали копать, там очень много чего можно выкопать. И всякая тема про персонализацию. Тут был вопрос, что умеем ли мы там контекст сессионный брать. Нет, не умеем. Умеем ли мы использовать там User ID. Вот у нас сейчас есть тоже эксперименты с другими компаниями, которые занимаются рекомендациями товарными и которые утверждают, что они собирают персональные рекомендации, всякие данные. Ну, вот. Сейчас очень много им персонального можно сделать, но этим мы обязательно тоже будем заниматься, чтобы… Ну, может, по данным следователям, то есть потоком, может, у тебя не сбивается? Нет, вообще нет. Наоборот. Ну, слушай, есть одна из… Хорошо. Если это персонализация, то есть, да, там… Местный таргетинг. Ценовой таргетинг – одна из истории. Но на самом деле, если там условный… Есть там какой-нибудь богатей, условный студент. Уклонный студент, ему интересно… Пофигу на качество нужна минимальная цена того, что ему подходит. А есть там, не знаю, какой-нибудь бизнесмен, которому не страшно переплатить в два раза за плюс 5% качества. В принципе, хорошая задача их определить и разные ранжирования делать. Но если ты показываешь студенту дорогущие товары, это тоже плохо, потому что он не узнает, что внутри где-то есть что-то дешевое. То есть, короче, это тоже плохо. Нельзя всегда всем пытаться что-нибудь стюхать дорогое. Правильная метрика – это именно что конверсия… Мы считаем, что правильная метрика – это оптимизация конверсии, но на самом деле даже не конверсии, а выручки, конверсии, помноженные на этих чек. Терять людей, которые меньше платят, чтобы не платят. Идеальная история, что ты каждому показываешь… Да, что мы сцены не меняем, магазины не меняют. По закону это запрещено. Нельзя показывать товары, нельзя людям не в разных приемах не вступить. Разным людям нельзя показывать разные сцены. Билетами можно, а с этим нельзя. Поэтому здесь немножко хитрее. Вообще, это такая очень глобальная задача – сказать людям то, что им нужно. Разным людям нужно разные. Чем больше угадали. А в нашем случае, чем лучше вы поняли, что человек явно сказал, тем больше шансов это сделать. Вдруг кто ничего хочет спросить, да? Ну, к сожалению, это характерный вопрос болезненный всегда. Иногда он звучит более… на какой-то специализированной аудитории. Он жестче звучит. А почему вы не используете его iFix Search? Мы действительно не используем iFix Search, хотя у нас есть эксперименты, мы с ним работаем. Грубо говоря, можно… Он спрашивает, а чем это лучше, чем Sphinx, Lucena, Solar и так далее. Мы использовали на разных этапах разные системы для нижнего уровня, для индексации. На самом деле, мы не разбираем запрос. Технически это работает немножко по-другому. Этот запрос, в самом деле, отставляется в базу. Мы оттуда достаем все, что хоть как-то смачилось, хоть что-то, какие слова найдены. А потом мы интерпретируем эти матчи, и после этого этапа у нас есть вот эти вот, что мы называем, разборы, то есть есть варианты, какие слова, какие поля, какие значения с матчей. И вот для первого этапа можно использовать что угодно. Но, например, Sphinx достаточно популярный в России, потому что он русская разработка, и, как ни странно, на нем там работает крупный e-commerce типа Амазона, и на нем работает Crash List, как бы американский, а не российский. Мы столкнулись с тем, что там просто проблемы в этих случаях они нам не давали результаты, а нам надо критичить. Ну, поэтому мы, к сожалению, сейчас используем свой индексатор. Значит, морфологические модули какие-то мы, там, печаточник мы используем, как он называется, вот этот вот хан. В общем, короче, что-то у меня выпало из головы. Не очень хорошее, но мы сами не писали. Синонимы писали сами, морфологии мы поэтому сами не пишем. Мы там пользуемся Яндексовской, сейчас там пробуем для английского workspace, есть еще там АОТовская, которую я частично делаю. То есть где можно взять какой-то open source, мы, конечно, его... Дело не то, что в open source что-то, что люди поработали и сделали, но работают. То есть может что-то не заниматься, мы сразу с этим не занимаемся. Ну вот для всякого машин-лернинга сейчас используют эти дебуты. Что еще? Все там на Java написано, был когда-то PHP, его там извели, что-то из гибкости питона. Конечно, всякие мониторинги, мы тоже используем чужие. Живет это сейчас в текстнере. Ну вот пробуем мы с облаками, просто все остальное, любой Амазон, нам сейчас сильно дороже с текстнером. Скорость у нас хорошая. У нас хорошая скорость. У нас эти магазины не очень большие. Ну как не очень большие? Там не очень большой поток, но это не важно. База у них где-то 60, 100, 200, 220 тысяч товаров. Это не миллионы, но это приличные. Для сравнения, какие-то крупные магазины бытовой техники, кто-то там, какой-нибудь Медиамарк, ну сколько? Тысяч 300. А тут меньше, я так думаю, тут меньше 100 тысяч. Вот. А российские в них обычно там, тысяч 20, крупнейшие, да? Вот они, кто в них продавать. Значит, у нас 90% 100 миллисекунд укладывает потока, 99% 300 миллисекунд в среднее время где-то в 3-4 миллисекунд, где-то там есть наш там, это без кэша. Кэшом был переех. Сколько же вы это делаете? Ну, мы, это самое, мы смотрели там, такой на одной машине, по-моему, оптимальная история была 2 или 3 потока. В общем, там, запросы 50, одновременно, на... ...недавно не справляется. Ну, а какие-то штуки тоже доделали. Делали там жёсткий тайм-контрол, чтобы ничего не зависало, то есть, чтобы... Ограничение на каждое этапо. Так, на скорость не жалуются. А, из своей анекдоты хотелось сказать про скорость. У нас был самый первый магазин, в котором, к сожалению, расстались. Он как-то плохо был. Плохо договорились. Да. Что влияет на конверсию? Вот такой поиск там, ну, внедрили, дальше смотрим, что там, АБТ-сы кривые, в общем, долго, тяжело, что-то там, такую запись увидели. Трудно всё. Так что быстро видно, что, когда эти технические проблемы или магазин не тормозит, ну, знаешь, вот отличая, не знаю, вместо сразу страшных каких-то там тренеров, двух-трех секунд, по углу идёт шесть секунд, вот минус 15% выручки за неделю. То есть, никто не ждёт. То есть, как бы, с качеством ты занимаешься тяжело и с болью, не понимаешь, как вы встали? Не понял. Ну, а сайта есть скупомплекта. Вот, по генгинску, вот вы на прессу, да? Он сайтику отдаёт. Как вы будете поискать? Вы отвечаем? Не поискать. Мы получаем поисковые запросы. Там все равно можно подать. Запрос получили, и джейс там все же заменяли. Ну, как-то они обрабатываются, если вот, если на сайте определила строка, если на сайте нажал на кнопку, Мы должны как-то получить запрос. Если исходя строка, когда человек что-то ввёл, нажал на кнопку, то нужно это событие как-то... ...на пульте. Я разгляну, ну, так что, в хэп кишируй, фон остается на кнопку. Поисковые спорти. Да. Поисковые спорти. Да. Поисковые спорти. Что-то она должна каким-то образом нам сообщить. То есть мы не хотим там... У нас нет скрипта. Это да, мы не ставим свой код, никакой нас ставит ничего. Мы ставим сервис. То есть вопрос приходит, мы отвечаем. Устроенный вопрос. Нет, это так. Ну нет, есть многие, как бы, какие-то наши конкретки разработатели ставят виджет. Мы про это думали, но... А каким методом вам уходим? Да. Что вы отправили? Ну, есть такие наши. Вот, есть там... Ага, то есть вы отправили. То есть поисковое поле просто подкидывает вам? Спасибо. Ну, все, спасибо. Переходим. Так, господа, ну все. Планировалась третья презентация, которая была моя, но, к сожалению... А вы договорились, что ее не будет. Ну, к сожалению, дело даже не в том, что вы договорились, а в том, что оно никак не отображается, не запускается, что-то там не идет. В общем, я свои интересные вещи расскажу в следующий раз. Большое спасибо, что пришли, запиваем пиво, нетворкиемся, наслаждаемся вечером. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...